Друзья, я приветствую вас. Это канал Технология Охоты. Меня зовут Дмитрий Морозов. Сегодня мы рассмотрим ружье, которое еще не было у меня в обзорах на моем канале. Это итальянское ружье фирмы Marocchi. Многие читают как Marocchi, на самом деле читается это все-таки Marocchi. И это более конкретно, если сказать, Marocchi SD-START. Вот такого вида ружье. Давайте мы его и рассмотрим. Посмотрим, как оно вообще работает. Расскажу о компании, расскажу и все такое. Вообще, Marocchi существует, начало свою историю с 1922 года. Они тогда не сразу стали разрабатывать какие-то и изготавливать ружья. Они стали использовать, сначала разрабатывать различные запасные части для ружей. УСМ стали делать, там курковые различные вот эти механизмы. А потом ружья стали они делать только с 1957 года. Тогда, кстати, первое Marocchi ружье было изготовлено. И оно сразу же заняло первое место на Международном салоне изобретений в Брюсселе. Заняло первое место, вот как полуавтомат ружье, в общем-то, произвело такой, можно сказать, фурор. Ну и в этом же году стали они изготавливать уже вертикальные ружья, вот такого рода. Это красивые ружья, но более подробно о них поговорим в течение видео. Вообще, Marocchi это фирма, которая, она как бы семейная. Ей постоянно вот управляет семья именно Marocchi. Вот первоначально это был Стефаном Marocchi. Вот когда вот первое место занял в Брюсселе золотую медаль. Сейчас компанию управляет Мауро Marocchi. В принципе, если у вас есть желание, вы можете найти переведенное, хорошо переведенное интервью Мауро Marocchi. Посмотреть, о чем он говорит, как он, как бы, позиционирует свои ружья, вот, которые производятся у него. Поэтому проблем, в принципе, нету. Я не хочу повторять какие-то слова вот за ним. Но некоторые вещи, которые он говорит, я бы хотел подтвердить. Поэтому, ну, давайте в процессе видео сейчас и поговорим. Чем вообще, как бы, вот, хороши вот эти ружья, Marocchi? Чем они вообще отличаются от многих других? В первую очередь, это изготовление стволов. Не то, чтобы вот какие-то там, вот эта вот красота. Да, это приятное очень дерево, очень красивое, цвет, лак, все это здорово. Но самое главное, это именно стволы в этом оружии. Они изготавливаются из цельного куска, то есть из заготовки. Там, в общем, производство такое очень серьезное. И, фактически, скажем так, что, можно сказать, лучшее производство стволов, которое можно, в принципе, на рынке найти, технология вот этого производства стволов, вот то же самое вот у них как раз и производится, вот из цельного куска заготовки. Вот, когда обрабатывают из цельного куска заготовки, у них производится полный контроль, конечно, толщины стенок и так далее. То есть, все вот заданные параметры, которые необходимы. Там, сверловка такая-то, сверловка такая-то, там, 18,4, 18,6, там, различные сверловки. В общем-то, все это конкретно идет под контролем, прям четко. И именно на этих ружьях это выверяется просто идеально. То есть, если вы покупаете ружье мороки, допустим, у вас сверловка такая-то, можно, в принципе, не проверять. А если ваш штангенциркуль показывает не те цифры, то выбросите штангенциркуль, возьмите что-нибудь получше, тогда убедитесь в том, что это так. То есть, это компания, которая абсолютно вот точно позиционирует себя именно в производстве стволов. Ну и, соответственно, конечно, все остальные агрегаты этого ружья тоже в хорошем состоянии. Интересно, что в интернете появилась информация о том, что якобы мороки производят где-то в Москве, где-то там на каком-то заводе производят и все. Это все, ребята, неправда. Это все, я не знаю, откуда эта информация взялась, я не знаю, откуда это все вылазит. Ребята, давайте говорить о том, что даже сам владелец Мауру Марокки заявляет о том, что это исключительно итальянские ружья, исключительно итальянского производства. Никакое-либо производство в других странах не предусмотрено. И никаких использований турецких запасных частей в этих ружьях не предусмотрено. В принципе, в этом можно убедиться просто при покупке ружья, при рассмотрении реально ружьё. Если посмотреть, то становится понятно, что вот та вот дешёвка, которая допускается при производстве турецких ружей, то безобразие, которое я уже описывал в принципе в своих видео, сравнивая итальянский затвор и турецкий затвор, качество их изготовления. Поэтому я знаю, о чём говорю. Здесь ни одной детали, как бы турецкой в этих ружьях не присутствует однозначно. Всё производство Мауру Марокки заверяет о том, что это исключительно итальянское. И те ребята, которые ссылаются якобы там в Мире Охоте или ещё где-то на странице написано, что это производство там в России, ничего этого нету. Ну, это всё неправда. В Мире Охоты позиционируется также это ружьё. Чётко пишется производство Италия. Кроме того, в принципе, вот посмотреть, да, вот здесь вот, как бы, я не знаю, наверное, может быть, не будет видно. Здесь конкретно написано, это, конечно, очень радует и очень приятно. Это Made in Italy. Давайте я попробую приблизить, показать. Вот, если, не знаю, видно, не видно, вот можно посмотреть, что сделано в Италии. Это ружьё. Это однозначно исключительно европейское ружьё. Никакого присутствия там ни турецких, ни наших рук не предусматривается. Полное название моего ружья, вот, называется Marocco SD Start. Почему Start? Скажем так, это ружьё, которое, ну, как бы, если вы хотите перейти на итальянские ружья, если вы хотите попробовать итальянское двухствольное ружьё, что весьма дорогое удовольствие, как правило, то это один из тех вариантов, которые вы можете купить, как бы, не потратив больших денег. О чём говорит вот эта вот добавка Start? О чём вообще, в принципе? Это не значит, что ружья, вот, допустим, вот это Marocco, это ружьё сделано с каким-то ущербным там механизмом, УСМом, с каким-то очень легко ломающимся или ещё что-то. Нет, как правило, именно, вот, производство Marocco заключается, вот, дешевизна производства Marocco заключается, допустим, в использовании более дешёвых материалов при производстве, допустим, каких-то, вот, есть у них полуавтомат iFest. Вот, если брать этот полуавтомат, у него будут механизмы, вот, детали УСМ все в хорошем состоянии, в идеальном, так же, как положено, более дорогим ружьем. Но просто используется, там, пластик подешевле каких-то, обработка чисто подешевле, там, всё вот это вот. И всё это складывается в более дешёвую цену. Но никаким образом это не сказывается в том, что какие-то там УСМ какой-то более слабый, да, или какая-то курковая часть более слабая, или, допустим, ствол более дешёвый. Нет, вот на этих вещах это не складывается. Поэтому это ружьё, несмотря на то, что оно называется старт, оно может настреливать десятки тысяч выстрелов, и я уверен, что никаких проблем не будет. Давайте ещё посмотрим, какие интересные моменты. Вес изделия 3,5 килограммов. 3,5 килограмма заявлено производителем. Но это ружьё максимально облегчённое. Вот эта вот коробка выполнена из лёгкого сплава, такого, что он очень лёгкий. И приклад сделан из очень лёгкого материала, пустотелый немножко, и из лёгкого материала. Поэтому, если использовать, допустим, вот я использовал на стенде, и я привык к тому, что баланс ружья должен быть хороший, идеальный. Поэтому мне пришлось отгрузить приклад, сделать более тяжёлым его. И сейчас, как бы, баланс ружья, можно сказать, вот по этому шарниру, если брать, можно сказать, вот он идеальный. Вот ружьё стоит фактически идеально. Вот. Если брать 3,5 килограмма от заводской вес этого ружья, я добавил ещё порядка, наверное, где-то около 200 грамм, 200-300 грамм примерно я добавил. В весе получилось это ружьё 3,800. Казалось бы, в принципе, достаточно уже приличный вес. Но тот, кто берёт это ружьё в руки, за счёт баланса и за счёт вот этого материала, за счёт тонкости, вот такая вот, знаете, тонкий вот этот приклад аккуратный, такой грациозный, за счёт этого человек берёт и говорит, ух ты, какое лёгкое ружьё. Оно нелёгкое. То есть, если берёшь тоже там, я не знаю, МР-27, да, или ещё какой-то, взвешиваешь вот в руках, смотришь, на самом деле это ружьё, или там, ну, не знаю, какое ружьё, да, неважно. На самом деле, оказывается, что они весят-то примерно одинаково, да, никакой лёгкости нету. Но когда ты используешь это ружьё, оно кажется лёгким. Ещё, кроме всего, вот очень хорошее изготовление вот этих всех деревянных вещей. Вот это лазерные насечки, лазерная гравировка эта. Она прям, знаете, шершавая, прям за неё вот использовать и браться за неё очень удобно. Рука совсем не скользит. Вот эта вот гравировка здесь, вот не гравировка, а насечки вот эти лазерные, сделаны тоже великолепно, то есть, они глубокие, и использовать вот ружьё, вот оно лежит, прям чувствуешь шершавость вот этой поверхности, и всё это приводит к тому, что у вас ружьё ложится идеально, с учётом ещё хорошего баланса. Ну, и необходимо, конечно, вот, наверное, показать вот именно вот все вот эту, вот эту гравировку на стволах и так далее. Посмотрите, это всё фазаны, с одной, с другой стороны фазан. То есть, это всё, конечно, выглядит очень хорошо и очень прекрасно. Стволы, ну, глянец, в общем-то, ничего плохого я о них сказать не хочу. У меня оно послужило вот полгода, я не видел там, или сколько, я не видел, чтобы какие-то были пятна ржавчины, какие-то ещё вещи, совершенно вот чистенький, ровненький ствол. Ещё интересно по поводу, значит, по поводу вот этой коробки сказать, что здесь лёгкий сплав, поэтому предполагается, что он вполне может быть какой-то, ну, более слабый к износу, да, и поэтому вот сюда, вот здесь, я не знаю, видно будет или нет, здесь вот вставлена специальная планка. Не знаю, видно или нет. Специальная планка стальная для того, чтобы вот как раз механизм, который, вот место то, которое вот принимает на себя особую нагрузку, здесь дополнительная специальная высокопрочная сталь для того, чтобы вот эту нагрузку на себя принимать, и чтобы механизм ружья меньше разбалтывался, в общем, в общем, там, где необходимо усилить, там всё это, конечно, было усилено. Конечно, ружьё с инжекторами, инжекторы вот видно, да, это не проблема, кто понимает, тот сразу видит, вот инжектор на месте. Что ещё интересно, значит, у этого ружья предохранитель, также с переключением первого выстрела, можно поставить первым, чтобы стрелял верхний ствол, можно поставить, чтобы первым стрелял нижний ствол. Делается достаточно просто, вот предохранитель, ставим на предохранитель, назад отводим, и вправо-влево переключаем, значит, вот эти стволы. Если вправо, по-моему, в нижний ствол сначала стреляет, как обычно, как мы привыкли. Если влево переключить, то становится первым верхний ствол, вот, в принципе, вся проблема, переключили, включили, сняли с предохранителя, всё, ружьё стреляет, да? То есть, можно так, можно так. В чём смысл этот? Это удобно иногда на стенде, если вы, допустим, стреляете, одно сужение у вас 0,25, второе сужение 0,7 или 0,5. Допустим, сначала вам нужно стрелять дальнюю мишень, а потом ближнюю мишень, предположим, стрелять, а у вас первым выстрелом стоит 0,25. Поэтому вы раз щелчком перещелкнули, это на 0,7 первого, второй 0,25, и всё, сначала дальнюю мишень, потом ближнюю стреляете, предположим, так. Или, если вы хотите на охоте сначала стрелять таким-то патроном, крупным, потом мелким или наоборот, то есть, всё для этого есть. Ружьё работает просто великолепно на стенде. У меня вообще не было никаких проблем. У меня, в принципе, это ружьё работало просто как часы. И интересно ещё нужно отметить, что здесь стоят бинелевские чоки, но бинели, которые вот короткие, которые 5-сантиметровые, такие, как используют сейчас Атанео, используют там многие другие, особенно турецкие производители любят. Вот. Но! Но! Я на это ружьё очень часто ставил бинели крио чоки. Они, конечно, длиннее, там, по 7-сантиметровые, они торчат вот отсюда, блестящие такие чоки торчали. Вот. Но обычно по 0,5, 2, по 0,5 ставил. Или, допустим, один мог 0,25 ставить, второй 0,5. И вот таким образом я стрелял. Надо сказать, что вообще, как бы вот стрельба с этими стволами, она на большие расстояния очень-очень хороша. То есть, на 35, на 40 метров вы можете по лучокам даже 0,25 стрелять, никаких проблем не будет. То есть, это вот эти вот стволы, которые мороки производят, они дают великолепный бой, достаточно большие расстояния. И интересно, что с чоками даже достаточно широкими, не сужены там на 0,7 или на полный чок. Ну, а если поставить крио чоки бинели, которые по 7 сантиметров, там вообще будет бой просто великолепный. Вы можете спокойно использовать даже цилиндр. Он будет у вас стрелять, ну, наверное, как 0,25. Это цилиндр. А если поставить 0,25, то он будет, наверное, как получок стрелять. Вообще, то есть, в принципе, проблем не было никаких. Я использовал и такие, и такие чоки. В общем-то, все, что интересно было, все я на этом ружье попробовал. Курок очень мягкий, очень комфортный. Вся стрельба вообще с этого ружья комфортна. Тем более, что когда при хорошем балансе оно совершенно не кажется тяжелым. И тем более, что нужно обратить внимание на цену все-таки этого ружья. Вот сейчас, на момент съемки этого видео, это ружье стоит 95 тысяч. Вот вы не найдете, в принципе, практически нового итальянца по такой цене. Но, когда вы купите это ружье, вы почувствуете, что это настоящее итальянское ружье. В охоте, во всем. В красоте, вот, оформление этого ружья. В работе затвора, там, ой, затвора. В работе механизма ОСМ. Дело в том, что, каким образом я вообще, в принципе, пришел к этому ружью. Я стрелял сначала полуавтоматами, сначала МР-155 на стенде, потом Атанео. Но потом я понял, что полуавтомата мне уже на стенде не хватает. Что мне нужно что-то менять. И я попробовал пострелять береты 686. Неплохое ружье. Но на тот момент я не мог приобрести новую берету. Вот. А бэушное ружье, в общем, у меня была проблема там с покупкой с этого ружья. И также я то ружье, которое я пробовал, я приобрести не смог себе. Поэтому я стал думать о том, что может быть действительно посмотреть какое-то итальянское двухствольное ружье. И вот наткнулся вот на это ружье, после которого я, в принципе, стал стрелять гораздо результативней. И в своей, конечно, группе, в группе С, я занял первое место на дуплетах, второе место занял с этим ружьем на спорткомпакт. Вот. В своей группе. В общем-то, сразу пошли результаты у меня в стрельбе гораздо лучше. Почему? Потому что, если вы покупаете турецкое ружье, там, за 65, за 70 тысяч от Анео, если вы покупаете за 95, пусть на 25 тысяч дороже, вот эти ружья, вы не должны, как бы, вы должны понимать, что с полуавтоматом результативность у вас будет гораздо хуже. Гораздо хуже. Полуавтомат не дает такую вскидку, не дает такой баланс. Полуавтомат не дает возможности, вот, быстрой работы вашей с оружием, так, как дает двухстволка. Вот. Я сначала не понимал, когда начинал заниматься на стенде, не понимал. Ну, вот совсем недавно, вот неделю назад, я взял свою Бинели, у меня Бинели Комфорт, казалось бы, куда лучше. И с этой Бинели Комфорт, если честно, на стенде меня раздражала стрельба, и я последнее время думаю, может быть, мне на охоте вообще прекратить ездить с пятизарядным ружьем, потому что сравнивать работу вот этого ружья и сравнивать работу даже Бинели Комфорт не приходится, ребята. Это двухствольная вертикалка, у нее работа механизма гораздо быстрее, гораздо четче. Он съедает любой патрон, с ним не нужно беспокоиться, там оно быстрее, то есть, ваш выстрел быстрее происходит, просто работа механизма быстрее. И кроме того, дробь летит однозначно лучше, то есть, здесь быстрее дробь летит и так далее, то есть, скорость вашего выстрела гораздо выше. Для того, чтобы вот измерить вот эту скорость и все, для этого не нужно вот человеку, который постоянно занимается стендовой стрельбой, ему не нужно для этого какие-то приборы, да, вот эти вот все измерять, скорость и так далее. Достаточно просто взять ружье и пострелять, и вы сразу почувствуете разницу. Это вам скажет любой, в принципе, спортсмен, тот, кто стреляет в спортинг, спорткомпакт. поэтому говорить о том, что полуавтомат может быть таким же результативным, нет. Конечно, у полуавтомата больше патронов. Для этого его хорошо использовать на северную утку, хорошо использовать на гуся. Понятно, что количество выстрелов тоже имеет значение вот в такой охоте. Но в охоте весенней, в охоте в полевой, в охоте там, допустим, раннюю осенью нет необходимости использовать полуавтомат. Вот гораздо приятнее, гораздо круче там, на полевую дичь использовать вот такое ружье. Это и красиво, и приятно, и это, ну, престижно, можно сказать, вот таким образом. В общем-то, кроме того, надо сказать, что вот древесина здесь, это, конечно, орех, и этот орех, он обработан маслом. То есть, не просто залакировано там и так далее. Это древесина, которая обработана маслом. Поэтому, я предполагаю, что, в принципе, это ружье не будет сильно бояться уж таких больших, там, каких, таких сложностей, как охота на болоте. Но все-таки, конечно, конечно, ребята, такое ружье нужно поберечь и использовать его все-таки на полевых охотах. Тем более, что здесь нарисован фазан, и предполагается, что вы будете стрелять где-то в поле, по лесам, там, еще где-то используя. Вот. Тем более, что, кроме того, и в комплекте к этому ружью идет пять чоков. Это цилиндр 0,25, 0,5, 0,75 и полный чок. Поэтому, у вас есть возможность использовать на различных дистанциях это ружье. Можно поставить цилиндр 0,25 и стрелять в куропатку, фазана или еще что-то на достаточно близком расстоянии. Наверное, все, что я хотел рассказать. Наверное, вот рассказал про это ружье. Мне очень понравилось. И я, ребята, конечно, почему я снимаю это видео, потому что я это ружье продаю. Точнее, можно сказать, уже продал. Все, завтра это ружье переоформляю, отдаю уже. Вот. Поэтому я решил снять. Почему я продаю это ружье, я сразу скажу. Не потому, что оно плохое, не потому, что оно в чем-то проблемное, что работает механизм или еще что-то, что я хочу избавиться от этого ружья. Нет, просто мне нужно освободить одну единицу для того, чтобы оформить для себя вот то ружье, которое я уже заплатил деньги за него. Это Цезарь Гуарини. Просто это ружье уже более высокого класса. Это действительно спортивное ружье. И я, поскольку я мечу в этом году на достаточно высокий результат в спорте, вот, поэтому я, как бы, мне просто необходимо то ружье. Ну, а поскольку я это ружье покупал для стенда, я его продаю и оформляю вот Цезарь Гуарини, которая, надеюсь, послужит мне верой и правдой. Вот именно поэтому я это ружье продаю. Конечно, я бы мог продать другие ружья. У меня есть ИШ-58, у меня есть ИШ-12, но ИШ-12 отцовское ружье, оно неприкасаемо. А ИШ-58 это та самая горизонталка, которую я, вот, ну, я люблю горизонтальные ружья, мне это очень нравится, ружье, и его, в принципе, как бы, меньше жалко, все-таки, меньше жалеть приходится, оно такое охотничье. Эту красоту все-таки не знаю, как люди будут использовать, надеюсь, они его будут беречь, аккуратно использовать, и надеюсь, это ружье будет служить и дальше. Всем, кто хочет приобрести хорошее двухствольное ружье, я советую вам купить это ружье. не просто как реклама или еще что-то, просто я проверил его, я знаю, что это ружье достойное, и ценник у этого ружья неплохой. Если бы мне сейчас предложили, допустим, сказали бы, купить от Анео пятизарядку и купить двухствольное ружье вот Марокки старт, я бы купил Марокки. Однозначно я купил бы Марокки, даже не задумываясь, купил бы Марокки. Ну, или полуавтомат Марокки, хотя они уже как бы ценовая политика, там все равно выше, там за сто тысяч уже, наверное, идет. Поэтому вот решение для охотника, если вы хотите хорошее ружье, красивое, модное, замечательное, приятное в носке, красивое дерево с хорошими стволами, вот, пожалуйста, вот подобные ружья надо покупать. Все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok